Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот Радио в эфире прямо сейчас. Меня зовут Анастасия Николаева. Мои соведущие Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ. И Павел Хилько, основатель детского клуба Верхтормашками, арт-педагог. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Детская литература впервые появилась и стала развиваться в 17 веке. Считается, что русская поэзия для детей ведёт свою историю именно вот с 17 века, когда в букваре, помимо церковных текстов, впервые напечатали авторскую поэму. Стихи были назидательными. Ну а вообще в России детям читали народные сказки и истории о богатырях, басни и былины. Но настоящий расцвет детской литературы пережила в 20 веке. В Советском Союзе работали целые издательства, которые выпускали исключительно детские книжки. Книга действительно была лучшим подарком. Развитие информационных технологий, корректировки в образовательной системе – всё это изменило и отношение к чтению. Мы стали читать гораздо меньше. И всё чаще отдаём предпочтение получению информации из других источников. А как следствие и наши дети стали читать реже. Тем более бумажные книги. Что это? Неминуемый прогресс? Или мы утрачиваем проверенные десятилетиями методы? Сегодня мы в этом и будем разбираться. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения. Спрашивали, читаете ли вы бумажные книги и почему. Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет через некоторое время найти на портале Твериград. Итак, «Дети и книги». Не так давно закончились летние каникулы, на которые нам, детям, давался список литературы для внеклассного чтения. Многие родители говорили, что дети взялись читать, ну просто в последнюю неделю, ну может быть в последние две недели, и то их пришлось заставлять, как говорится в народе, из-под палки, а ещё и садиться с ними и читать. На ваш взгляд, дети действительно не хотят сейчас читать и предпочитают получить информацию через другие источники, то есть через мультфильмы, через фильмы, через какие-то, возможно, там обучающие видео и лайфхаки? Вот лично я бы начал маленько с другого. Я бы начал с того, откуда мы получали информацию и, как это правильно сказать, откуда мы развивались фантазии и всё остальное. То есть вот в 20 веке, вы правильно сказали, там был такой вот бум на чтение, да, и людей нельзя было оторвать от книг. И происходили истории, это уже сравнение есть в интернетах, что когда ты там перестанешь читать, иди дома что-нибудь поделай или ещё где-нибудь. Сейчас дети перешли с другого источника информации, с книги, ну, не все перешли и, опять-таки, не полностью перешли, перешли на онлайн, на интернет, на планшет, на всё остальное. То есть информация, она, в принципе, сам поток информации, как мне кажется, он остался тот же самый. Они ищут образы, они ищут что-то, где можно фантазировать. Это доказывают некоторые электронные игры, кроме книг, да, вот мы буквально вчера, позав час, Артём разбирали одну новую игру. Игры построены очень просто, допустим, да, и где ребёнок дополняет. Так же всё происходит и с книжками, и с электронными вещами. Дети, по моему мнению, читать не перестали. Им это не разонравилось, но они выбирают, откуда им что брать, откуда им брать информацию из книг, откуда им брать из других источников. И вот эти вот другие источники, я не знаю, комиксы можно считать книгами или нет, но, допустим, комиксы, онлайн-сервисы и всё остальное, они начинают сейчас как бы занимать более лидирующие позиции. Вот и всё, что происходит. Но это вот лично моё мнение. Да, здесь подключусь, наверное, со своей стороны. Дело в том, что сам процесс чтения, да, и получения информации из этого источника через текст детям нравится. Но единственное, имеет очень большое значение, что им читать, что они читают. Когда они читают ту информацию, которая им интересна, в тех областях, которые им интересны, они читают с большой скоростью, они читают захлёб, пока не прочитают, они не заканчивают читать и так далее. Все эти же факторы, что были у нас, они у них присутствуют. Вот. Единственное, что... Как правило, список литературы для внеклассного чтения под вот это интересно совершенно не попадает. Вообще не соответствует ему. Да, потому что, например, в нашем пространстве есть библиотека, она достаточно большая. Вот. И книги подобраны под современные интересы детей, и дети постоянно читают. Вот. Более того, сама книга как объект, если рассмотреть, да, то она крайне интересна детям. Потому что она достаточно сложно сделана. Это сложный физический объект, он со страницами, он перелистывается, он пахнет, он шуршит, там есть картинки, там есть последовательности. Это можно, скажем так, переворачивать и так далее. Можно передвигаться по тексту по-разному. То есть это очень интересно с точки зрения понимания объекта на уровне гаджета. Вот. То есть, конечно, он не настолько сильно сложный, но тем не менее достаточно сложный для того, чтобы дети к нему привляли интерес. Есть классические некоторые игровые тесты, когда кладется книга в пространстве, например, в комнате, да, и ребёнок неизбежно подойдёт к ней. Подойдёт, откроет её и будет смотреть. То есть сам объект книга, он крайне интересен. А как-то световое, графическое решение здесь влияет? Вообще какую-то роль играет? То есть, вот, допустим, конкретно в этом тесте может быть книга какого-то яркого... Нет, она просто может лежать, просто как объект. И будет интересно именно её открыть, ребёнок будет открывать её, листать, потому что это тактильный объект, и он... Таких объектов больше нет. Это специально с объектом, созданный человеком, его в природе нет. Вот. Это крайне интересная конструкция. Вот. И это постоянно подтверждающийся такой тест. То есть все... Неизбежно, как ружьё там в театре должно стрельнуть, да, книжка у детей, она... Должна быть открыта. Да, она должна быть открыта, и дети её обязательно посмотрят. Вот. А когда содержание её соответствует интересу, они воспринимаются очень хорошо, и, да, оно должно там перемежаться с картинками там и так далее, когда это будет, если это будет просто текст. Ну, это тоже от возраста зависит сильно, да, что чем меньше возраст, тем больше картинки, тем крупнее текст. Это понятно. Тем ярче книга. Да, ярче книга, тем тоньше книга. Вот. И, на самом деле, под эту штуку современные издательства, они подстраиваются очень сильно. Вот. Они чувствуют эти потребности у детей, и под конкретный возраст, да, они её подстраивают. Вот. Она меняется. И сами авторы, которые делают книги, пишут сказки или истории, они подстраиваются под какой-то конкретный возраст, и таким образом строят историю повествования, и потом публикуется она либо с иллюстрациями, либо без, и шрифт подбирается, и так далее. Ну, ты говоришь, постраиваются. А в этом они постраиваются под время, под какие-то тренды, или всё-таки под исследование о детях, о восприятии детей? Вот тут, наверное, такая комплексная оценка, когда люди голосуют деньгами, да, то есть то, что более популярно становится, и то, что более подходит функционально, люди покупают, да, вот, то и фактически под это и задаёт тренды. Единственное, что я хочу добавить, кроме денег, да, ещё есть развитие некоторой свободы творчества, вот так бы я сказал, потому что то, что раньше, допустим, не рисовали или не пытались рисовать, сейчас просто оно выплёскивается, а так как есть некая свобода, и есть у людей выбор, они могут это взять, хотеть или не хотеть, авторы тоже начинают вот эту вот свою фантазию выливать на рисунки. Это и видно из взрослых книг, то есть вот я как бы любитель разной литературы, уже превалирует фантастика, да, и вот, допустим, есть у нас Лавкрафт, который очень старый писатель, а сейчас его произведения, которые занимают всего там 200 страниц, выходят в томах, которые просто занимают здоровенные рисунки замечательных художников, когда интересно уже прям погружаться в этот рисунок. Так же примерно у детей происходит. Даже беря старые сказки, да, и с новым художественным видением, герои оживают по-новому. Вот, поэтому я бы сказал, что это, можно сказать, и тренд, но это такое некое развитие творческих способностей вот всех, кто связан с этим делом. Ну, смотри, какой еще есть аспект. Информацию, которую здесь получают из гаджетов, из компьютеров, из фильмов, из мультфильмов, да, из каких-то обучающих там, видео лайфхаков и прочее, что претендует вот на вымещение, можно сказать, книг, замещение книг, она уже готова этой информацией. Ее, скажем так, вкладывают ум, вливают, да, тебе в ум. А все-таки книга — это такой источник информации, где нужно эту информацию перерабатывать самостоятельно. Она не упакована для вот потребителя. Уступает она в этом, ну, скажем так, не очень простом получении информации? Не вытеснят ли ее гаджеты вот именно с точки зрения упрощения получения информации? Здесь надо сказать, что когда в гаджете контент, он тоже не готовый. То есть он готовый, да, но он часто является, скажем так, контент очень много разного, и этот контент, он, как бы сказать, не то что лживый, да, а он различного рода, скажем так, нечестно, как это сказать-то, даже не тяжело, что тот контент, который существует в интернете, он разный. Есть отражающая реальность, есть придуманный. Вот. И чтобы его потреблять, нужно иметь достаточные фильтры у себя. То есть если его потреблять просто как за чистую монету, все, то очень быстро станет понятно, что что-то здесь не так, потому что одна информация противоречит другой. Вот. И в данном случае, когда дети много общаются с гаджетами, много этого контента потребляют, и понимают очень быстро, что этого контента вообще предельное количество, то есть который невозможно потребить никогда. То есть контент растет быстрее, чем люди его сейчас потребляют. Вот. И в данном случае эти фильтры, они позволяют тоже приспосабливаться к этому тексту, к этому потреблению. И через различного рода, скажем так, критический взгляд на этот контент, они оттуда вынимают то, что действительно в нем есть реального. Вот. И плюс к этому, да, в книге есть большая область фантазии. Да, действительно, когда читаешь книгу, это область... Да, развей, толчок для развития фантазии. А сейчас и контент, который видео и аудио, он тоже к этому подбирается. То есть он делает специально не готовым, а наоборот, на подумать. То есть когда он смотрит ребенка, он задумывается. И фильмы такие есть. То есть это зависит от задачи и цели, когда потребляется контент. Плюс еще часть контента, опять-таки же, через гаджет потребляется через текстовый формат. Те же новости, да, быстрее потребить, не смотреть ролик там 10-15 минут, да, страницу текста ты быстро пролистнул, и все это. Вот. В том числе у детей это также работает. Вот. Поэтому это разные источники информации, они по-разному. В текст можно сильно уплотнить, например. Да, то есть можно зашить туда очень много мыслей разными слоями. То есть ты будешь перечитывать, 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 и это все будет новая, 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 новая книга. Вот. Потому и это... И такой же эффект дел вставляют в фильмы, например. Да, что ты смотришь один раз, ага, смотришь второй раз уже, ты смотришь, видишь то, что там до этого не видел в этом фильме. Фильм тот же самый. Вот. То есть эти эффекты они используют в разных местах. Вот. А книга, она сама по себе как копеек. Для детей самое главное, наверное, это вот та область книгоиздания, которая, наверное, не умрет. То есть, да. Единственное, что можно, я добавлю свои пять копеек. Вот. Мне кажется, знаете, как происходит... Даже не происходит, оно и было такое некое разделение. Есть, были и те школьники, и те люди, которые читали и думали над текстом, были те, ну, в кавычках, двоечники, которые просто читали, рассказывали и убегали, и забывали. То есть, сейчас происходит примерно то же самое, да, то есть, как бы, есть люди, которые задумываются и над текстом, и над полученной информацией из сети, а есть те, которые пропускают ее мимо. Но у умничек тогда не было возможности получения информации из других источников. Не было. Так просто источников не было. У нас же развитие-то тоже пошло, вот как радио, телевидение, там, ну, начало книжки, потом еще что-то. То есть, информация-то развивается, мы от этого никуда не уйдем. Рано или поздно нам будет в мозг прилетать то, что мы захотим, да, там, и все. Ну, грубо говоря, вот, Илон Маск уже делает какой-то чип, который, и я думаю, что воспринимать это все будет по-другому. Информация, получение информации, будет всегда меняться источник. Книга, мне кажется, как источник, не то, чтобы никогда не умрет, вот сама вот этот объект книжный, да, а он еще очень долгое время продержится для людей, которым нужно перелистывать, которым нужно подчеркивать. Вот, допустим, ну, приведу себя в пример, я покупаю сейчас бумажные книги, только когда я понимаю, что мне нужно что-то подчеркнуть, что-то выделить, и что я это перечитаю. Если не литература художественная или фантастическая, я уже смело скачиваю на телефон, на электронную книжку, и быстренько прочитываю, и все, и откидываю в сторону. Вот как бы мои пять топливов. Вот, да, а для детей, действительно, книга, это больше, чем текст, и больше, чем содержание. И они с ней, когда знакомятся, в те периоды времени для них очень важно тактильное взаимодействие. Ну, то есть мы берем детишку от младшего возраста. И младшего, и среднего, и да, дальше. То есть они с этим объектом, они, скажем так, развиваются. Это как вот игрушки детские, они никогда не исчезнут. То есть физические. То есть невозможно их перебить с гаджетом. Ну, куклы, ящики. Конечно, конечно. То есть также и книга. То есть это один из объектов, который цивилизацией создан, и его оттуда убрать, заменить нечем его. Эта программа «Время и дети» мы продолжим буквально через несколько рекламных минут. «Время и дети». «Время и дети» в эфире «Пилот радио». Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВАМ и Павел Хелько, основатель детского клуба «Верх тормашками». Арт-педагог и Яна Стасия Николаева. Сегодня мы разбираемся, нужно ли современному ребенку читать книги. А чтение способствует увеличению словарного запаса. Общепринятый такой вот факт, да, есть. Иначе как-то мы можем пополнять у ребенка словарный запас, если ребенок будет минимально читать, но если это возможно. В том числе и чтение, оно ведь и учит грамотности. То есть мы визуально воспринимаем уже грамотный текст, его запоминаем, и сознание ребенка в какой-то момент может выдать эту картинку, что перед что, например, нужно ставить запятую. Согласны вы с этим или нет, раз вы так отрицательно киваете головой, но вообще мнения разделились. Давайте об этом поговорим. Ну, скажу свое отрицательное мнение. Так. Но мой личный опыт. Я очень много читал в детстве. Я был один из тех, кто любит читать сказки и все остальное. То есть «Волшебник изумрудного города» Волкова мной был прочитан весь в третьем классе, весь вообще самостоятельно и так далее. И много таких книг. Но на грамотность, насколько это сказалось, то есть я не двоечник, но по русскому языку у меня всегда была твердая тройка плюс-минус. Какие-то вещи, которые идут по правилам, они как бы либо вкладываются, ну, я не могу сказать, почему так происходит. Но вот я читаю много, но грамотность у меня страдает. Ну вот вы как считаете, это просто вы такое исключение из правил? Не то, что исключение, такие есть люди. Есть люди, у которых откладывают и запоминаются. Может, их больше, я не знаю. То есть вот я такой. И поэтому я могу сказать, что это правило не действует на 100%. Вот так вот скажем. А что касается литературы? То есть по литературе какая была оценка? Я возвращаюсь к словарному запасу. Пятерка. Значит, на грамотность не влияет, словарный запас книги влияет. Да. Я в другую точку зрения вообще придерживаюсь. А как у вас в жизни получилось? Ну, мне чтение помогает. В грамотности, когда ты много читаешь, действительно ты видишь слова, как они пишутся, и они откладываются непосредственно как объекты, которые визуальные, которые ты, когда потом начинаешь писать, ты прям видишь, что ты пишешь не то слово. То есть в нем где-то есть ошибка. Может быть, ты сразу не видишь ее, но вот это ощущение, оно четко возникает. И после этого ты его перепроверяешь, и да, выясняется, что вот в этом месте. Либо сам как бы исправляешь оба-на, и оно становится... Понятным. Понятным, да. Оно становится правильным как будто бы. Вот. И здесь, с точки зрения словарного запаса, у меня обратная позиция, что словарный запас намного больше пополняется быстрее и сильнее через коммуникацию, то есть через общение. То есть просто разговор, 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 разговор разными словами. Плюс, соответственно, мы у детей видим это, да, что они через гаджеты, они закачивают, ну, то есть очень много слов, а для них очень много слов впервые они слышат. Вот. И они, эти слова все, все у них откладываются. Вот. Единственное то, что они, конечно же, в коммуникации, в общении используют достаточное количество слов для коммуникации. То есть, может быть, сильно сложные слова они используют, но, тем не менее, как только у них мысли усложняются, у детей, они стараются. То есть мы прям видим, когда они прям разговаривают, они подбирают слова необходимые для того, чтобы им выразить свою мысль. Это очень тяжелый процесс. Он, скажем так, растет у детей, и они все более сложные слова начинают применять. Потому что быстро объяснить свою мысль, даже у тебя сейчас, когда говорю, я пытаюсь более точно сказать для того, и подбираю различного рода слова. И у них такой же процесс происходит, и более насыщенные по смыслу слова, они приходят с увеличением сложности. Поэтому я думаю, что и это зависит от коммуникации, потому что хочется ее сделать более плотной, более четкой, более понятной собеседнику, чтобы не объяснять по несколько раз свою мысль. И в данном случае коммуникация, использование сленговых слов, еще один аспект этого направления, то, что сленговые слова в литературе вообще приходят очень поздно. То есть они уже, может быть, уже даже прошли и исчезли, а в литературе они только отражаются где-то в книжках и так далее. В производстве книжек очень долго. Да, да. Процесс выхода до света. Сленг, он только в коммуникации. И вот эти слова, которые используются, они очень быстро распространяются, а также быстро исчезают. Вот таким образом модернизируют. А может быть, это и не нужно? Может быть, это тогда пена? Как-то кажется, что эти слова, они отражают культуру на тот момент. Определенные аспекты культуры. Это очень, вот, на нашей стороне это можно проследить. То есть это такой маркер времени, получается. Да. То есть в 90-е годы были одни маркерные слова. 20-е. Вот тут я с Артёмом на самом деле абсолютно согласен, что общение, коммуникация, она тоже влияет на словарный запас, потому что даже разговаривая ребёнок со взрослым, или взрослые даже со взрослым, или дети с детьми, и услышав новое слово, периодически пытаются понять, что ты сказал. И они это слово начинают запоминать. Если им опять-таки разговор интересен. И тут зависит от того собеседника, с кем кто общается. То есть если собеседник на уровень выше, и он интересен ребёнку, то ребёнок будет хватать от него слова. Если собеседник ему неинтересен, это знаете, как в университетах педагоги есть, которые что-то бормочат около доски, а все сидят своими делами занимаются. Но вот они ему неинтересны. Ну, неинтересен предмет и всё остальное. Соответственно, оттуда никто ничего не запомнит. Так же и с ребёнком. Если ребёнка увлекли разговором, объяснением, всё остальное, то постепенно-постепенно будут входить новые слова, чтобы объяснить некоторые вещи. Но без этих слов не объяснить. И ребёнок их будет запоминать, потому что ему тоже захочется это кому-то рассказать. Папе, маме. И второй вопрос, второй момент, что вот Артём сказал про подбор слов. Я так маленько в край уйду. Одна эстезия моя, дефектология у детей. Это видно у детей, у которых вот есть некоторые, ну, как сказать-то, трудности. Трудности некоторые есть в обосновании слов, в разговоре. И когда они начинают развиваться, догонять, социализироваться, прям видно, как из них вот это вот, с каким трудом они вырисовывают свою фразу, как выставляют её, подбирают слова. И то есть короткая какая-то фраза может занимать вот реально минуту-полторы. Но этого ребёнка нужно выслушать, понять, и, возможно, опять-таки, своё уважение перед ним завоевать, и тогда он возьмёт от вас ещё слова. То есть коммуникация — это наравне с книгой. А про книгу можно ещё скажу. Есть такая штука, я на себе испытал, что что мы читаем или с кем мы разговариваем, с кем мы слушаем, мы так и общаться будем. То есть одно дело, если вы слушаете «Ленинград» и смотрите «Бумер», грубо говоря, вы будете говорить на одном языке. Если вы начнёте читать Лермонтова, поверьте мне, через две недели у вас изменится речь. Вот просто изменится. Даже не то, что вы будете вставлять там «Сударь», «Дама», «Извольте», хотя и это тоже будет. Но у вас изменится самоповедение и самоупотребление разных слов. То есть влияет и коммуникация, и литература, и то, что даже смотрят и видят дети, это влияет и на речь, и на общение, и вот на коммуникативные всякие эти связи. Вопрос 21 века. Бумажные книги или электронный их вариант? Здесь есть ещё один подвох. Ведь порой под электронными книгами мы понимаем именно планшеты. Редко кто покупает именно книги электронные. Здесь встаёт вопрос, насколько у ребёнка устают глаза, не устают. Как известно, книги — это не дешёвое удовольствие. Электронные книги, да, именно это не дешёвое удовольствие. С точки зрения... С другой стороны, они более безопасны, чем планшеты. Здесь много плюсов и минусов, но, мне кажется, пришло сейчас время рубрики «Детское мнение». Мы опросили наше подрастающее поколение, нравится ли им читать именно бумажные книги и почему. Давайте послушаем, что у нас получилось. Я сам читать не умею, но мне читают папа и мама. Ещё в книжках есть есть котинки красивые очень. Я очень люблю бумажные книги, потому что мой любимый жанр — это комиксы. У меня их огромное количество, в том числе и про Рик и Морти. Я очень люблю запах новых страниц, перелистывать их, рассматривать всё это. Электронные книги — это совсем не то. У меня есть полное собрание по «Гарри Поттеру». Огромная книжка «Толкина» «Властелин колец». Да, я очень люблю бумажные книги. Я не читаю бумажные книги, я читаю электронные, потому что в интернете можно найти любую книгу, которую я хочу прочитать. Я читаю бумажные книги, потому что их можно листать. В бумажных книгах разноцветные картинки. И потому что электронная книга может разрядиться, а бумажная всегда будет под рукой. Дети, рекомендую вам, читайте бумажные книги. Электронные, я вам гратирую, будут неинтересные. До свидания. Детское мнение Видите, сразу видно, что ребенок, он рекомендует, что он читает книги, он рекомендует, он и гарантирует, он и попрощался. Насколько вежливый ребенок, который читает книги. Бумажные, кстати. Вот смотрите, какой интересный у нас получился, да, срез такой. С одной стороны, дети говорят о том, что это интересно, книга не разрядится, ты ее можешь читать, да, она в самый интересный момент не подведет тебя. С другой стороны, здесь мы говорим о развитии там мелкой моторики у детей, то, что они листают, и то, что они цветные. Да, безусловно, есть электронные книги, и тоже цветные сейчас стали появляться, но здесь вот яркие, сочные такие картинки. Но некоторые дети говорят о том, что книгу можно, книгу нужно покупать, это не дешевое удовольствие в наше время, и книги можно любую закачать, в любой момент, да, был бы интернет, не нужно выходить из дома, не нужно покупать книгу, ты можешь ее бесплатно закачать. И вот на самом деле для меня, я тоже стала замечать, что я все меньше покупаю бумажные книги, хотя я любитель бумажных книг, любитель, как и мальчик сказал, да, вот этого запаха, типографской краски. Но когда, к примеру, я еду в отпуск, я беру с собой электронную книгу, я беру с собой, ну, планшет, да, в моем случае, потому что в отпуск не хочется везти там 2, 3, 4 книги, это и объем дополнительный в чемодане, все-таки хочется путешествовать, да, налегке. Вот такой вот интересный у нас срез получился. Ваше мнение очень интересно сразу после рекламы. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем, нужно ли современному ребенку читать книги. До рекламы мы послушали детское мнение, дети говорили о том, нравится ли им читать бумажные книги, или все-таки они выбирают электронный вариант. Ну, что, давайте прокомментируем и мнение детей, и поговорим о плюсах и, наверное, минусах бумажных книг. Ну, по-моему, больше все-таки читают, несмотря на все разнообразие книг, которое прозвучало, да, больше читают бумажные книги, ну, вот как сказали дети. Вот, хотя тут больше, мне кажется, вот это вот детское интервью показало, насколько стали разнообразны вот эти вот направления книг, как это и комиксы, и книжки, и электронные книги, и все остальное. Вот. Но пока что побеждает бумажка. Ну да, здесь можно даже, наверное, попробовать подметить то, что чем младше ребенок, тем он более активно воспринимает книгу, более, с большим энтузиазмом и так далее. Потому что, да, ну, все тоже штуки, что для него это объект для изучения или объект для взаимодействия. И это классная игра. И в этом аспекте книга займет классное место, вот, потому что это один из таких объектов, который позволяет быстро двигаться, развиваться, вот, и взаимодействовать, расти. Вот. А когда уже это переходит к получению информации, к аспекту получения информации, то, конечно же, намного быстрее, проще и интереснее книгу уже в электронном виде. Она быстрее заходит, ее можно пролистывать, да, ее можно там какими-то целыми частями переворачивать там и так далее. Вот. И в данном случае, как получение информации, этот аспект будет меняться. То есть не только книги, сейчас возникают подкасты, набирают обороты, да, возникают книги, аудиогиды в разные конструкции. Вот. Там дополненная реальность, когда еще видео подключается к этому, да. То есть все вот эти объекты, они будут только совершенствоваться, что касается информационного аспекта и аспекта развлечения. Вот. Поэтому классно вот такое распределение будет двигаться дальше. И здесь тоже надо отметить, мы сейчас обсуждали, да, что действительно цена бумажных книг, она сильно возрастает. Вот. И книги делаются уже более качественные, на более дорогой бумаге, полиграфии, переплетах, коробках, там и так далее. Все это нарастает, и книга начинает в стоимости уже тоже возрастать. И это уже не как повседневная какая-то штука, а какая-то уже... Ну, то есть лучше подарок — это книга, да? Подарок, да, в том числе. Ну, конечно, для человека, который их читает, да, конечно. Но вот один мой знакомый говорит, что есть хороший подарок, а есть книга. — Не, значит, он мало читает. Или он... Не, значит, он мало читает. Он к книгам относится, ну, как к потреблению информации. — Ему дарили не те книги. — Да. — Нет, а вот я еще по поводу цены, можно я сразу отмечу? Вот. Новые книги, когда выходят на каком-то буме, да, вот как мы Гарри Поттеру упомянули, допустим, они, да, реально дорогие выходят. Но если мы берем хорошую литературу, хорошие сказки какие-то старые, грубо говоря, да, старые, что я имею, 10, там, 20 лет, их можно найти гораздо в проще в изданиях, когда родитель читает ребенку на ночь или просто с ним читает. Это же не обязательно должна быть книга за тысячу-полторы тысячи рублей. Это может быть любая книжка. Вот, как я говорю, я смотрел сейчас сборник научных, рассказывает сборник Христиана Андерсона. Простейшие издания с какими-то зарисовками, они стоили там в пределах 200 рублей. Там 2-3 сказки Андерсона или 2-3 рассказа какого-то фантаста, и это можно себе позволить. Если вы хотите ребенку, и он попросил в магазине, то это уже практически подарок, который, чтобы ребенок использовал этот объект, он и стоит, да, тысячу-полторы. Поэтому все зависит от того, для чего, зачем и в какой период. Детские книги при этом, по сравнению со взрослыми книгами, они стоят меньше. То есть какая-то вот здесь все равно издатели, они сильно ориентируются на спрос, потому что родители, они не могут покупать книги там по полторы тысячи рублей. Постоянно. Постоянно, да. Для детей, да. Вот, и поэтому они на это ориентируются, и цена книги там, ну, как бы, достаточно приемлемая. То есть это не какая-то элитная штука. Да, это достаточно всеобщая вещь. То есть если вот я просто хотел сказать, что книги для взрослых, они становятся чем-то элитным таким, а книги для детей, они становятся вот как бы игрушками такими, да, для детей. То есть в том числе они начинают продаваться в магазинах, где продаются игрушки в тех же детском мире, там, фантик там и так далее. То есть возникают уже такие штуки. Ну, то есть не в специализированном книжном магазине. То есть если мы хотим книгу, мы взрослые, мы идем в специализированный книжный магазин. Если мы хотим детскую книгу, мы можем ее найти в любом детском магазине, вот где продаются, вот для того, что предметы там не ездят для детей. Ну, опять-таки, по возрасту, по все, или возьмем, допустим, наши супермаркеты, гипермаркеты, да, они сейчас все стали канцелярские отделы делать, где стоят книжки, и, в принципе, в удобоваримую цену даже известных и современных авторов. Ну, давайте вот мы так вкрасы, да, сейчас перечислим все-таки плюсы бумажных книг. Это, безусловно, как мы говорили, для маленьких детишек это объект. Это объект познания. Они переворачивают странички, что необходимо для развития мелкой моторики, да, такстильных ощущений. Это неоспоримо. Все-таки, наверное, можно говорить о том, что никакие гаджеты физического ощущения книги в руках вот не заменят все-таки. А бумажные книги, они все-таки разного формата. То есть если у нас есть планшеты, ну, отличается он там, может быть, дюймами, да, книгой, если это дюйма книги. А бумажные книги, они бывают и выпуклые, и могут какие-то домики из них там складываться. Они бывают маленькие, большие, разные по цвету, там, ну, по размеру. От бумажных книг менее страдает зрение. Не факт. Вот опять-таки, вот это вот абсолютно не факт. Единственное, что могу сказать, опять-таки, если вернемся 20-30 лет назад, что ты читаешь в темноте? Что ты читаешь при свечах? С фонариком под одеялом. Да, под одеялом. Ты испортишь зрение. Ты постоянно читаешь, ты испортишь зрение. Как тебе поможет свет из окна осенью? И, ну, вспомним все эти фразы, и садилось ли наше зрение? Ну, у кого-то садилось, у кого реально были с этим вопросы, у кого-то не садилось, у кого с этим вопросом никогда не было. С гаджетами, вот, опять-таки, лично мое мнение, что если вы возьмете самый дешевый гаджет с китайским экраном, ну, их уже меньше и меньше, но, тем не менее, где все расплывается, естественно, там зрение посадится и у взрослого человека, если он даже будет просто звонить по три раза в день. Вот, а если вы возьмете современный гаджет, который, ну... Ну, то есть, мы говорим не планшет, а книгу, да, электронную книгу. Электронную книгу, там вообще вопросов по ней меньше, да. То есть, там как бы другие чернильные вот эти вот все вещи. Вот, если мы, я говорю про то, что больше всего говорят, это планшет и телефон, которым он может задеть зрение, хотя тоже нигде это ничего не доказано особо. Если вы возьмете с нормальным разрешением, сейчас практически все телефоны начинают там от 4-х, от 5-ти тысяч с нормальным разрешением, то вряд ли там на зрение, если у вас нет вопросов, что-то повлияет. Ну, я не скажу, что изучила рынок, но, тем не менее, сегодня я посмотрела, сколько стоят электронные книги и, в принципе, средний чек от 15. Сколько? Даже я возьму. Это хорошая книга, это хорошая цветная книга, и, соответственно, да, это хорошая цветная книга, где производитель говорит о том, что она совершенно не влияет никак на зрение, что она там подстраивается тоже по цвету. Вот опять-таки, маркетинговый ход производителя, он начинает давить. И вы представляете, сколько можно бумажных книг купить на эти деньги? Мне кажется, что действительно бумажные книги, вот просто за все там 11 лет обучения, вот эта вот книга и получится. Ну, вы знаете, за 15 тысяч, я думаю, что это хороший планшет или ноутбук, или еще что-то, и можно вообще... Ну, это уже мы говорим о многофункциональном, да, устройстве, в котором можно еще не только читать, но и какие-то презентации делать и учиться. Я не уверен, просто не уверен, что электронная книга будет, вот эта вот за 15 тысяч цветными картинками, будет востребована у детей. То есть, либо у них есть объект, как книжка сама бумажная, либо у них есть в руках гаджет, кроме прочтения и листания, они могут там еще заниматься всем чем угодно. И выбор родителей тоже. Ну, как бы, наверное, как-то обоснован книжка за 15 тысяч рублей цветная, но что дальше-то с ней? Нет, ну это разные бывают тоже, наверное, сегменты, да, то есть... Нет, может, там функционала не знаем этой книги. Да, возможно, то есть, как бы, ну, есть автомобиль за... Цветная, безвредная. Вот, без функционала. Это так же, как и в автомобилях. То есть, автомобиль там за 5 и за 10 миллионов, там и больше еще, там, да, есть автомобиль там за миллион. И тут вот это все зависит от потребления, от потребителей, как они к этому относятся. Вот, возможно, может быть, тот, кто действительно много читает, очень много читает в течение дня, там, по 5, по 6, по 10 часов, вот. Возможно, да, такая книга ему нужна, потому что, действительно, нагрузка на зрение при таком объеме чтения, она, конечно, Ну, это про любой книги. Да, это про любой книги, где он не будет читать. Это может быть и книга, и не книга, да, и так далее. Вот тогда, да, но это профессионально... Тут вопрос, зачем ему цветная, если он столько читается. Картинки, картинки, все-таки, картинки. Хорошо, давайте про минусы поговорим. Есть ли вообще у бумажных книг минусы, мне приходят только на ум. Ну, во-первых, да, мы сказали, что это не дешево, это не дешево, все-таки проще купить электронную книгу и бесплатные варианты закачивать. А второй момент, как вот я обратила, да, на себя внимание, это объемы. Да. То есть не хочется постоянно с собой таскать книгу. Опять же-таки сравниваю с собой. Если у меня возникает какая-то ситуация, что я вынужденно жду, то есть это может быть там больница, да, какая-то вот какая-то очередь, я достаю гаджет, куда у меня закачаны книги. И, соответственно говоря, она у меня всегда под рукой, это небольшое, и я читаю. То есть это место для хранения, да, можем ли мы это назвать минусами, хотя раньше все-таки большая библиотека, она считалась признаком, ну, достояния богатства, солидности, да. С другой стороны, вот и была ценность книг. У меня есть книги, которые мне пришли по наследству от бабушки, которые я храню буквально как реликвию. А здесь уже, да, вопрос вот этих вот ценностей, он уже тогда пошатнулся. Какие еще могут быть минусы? У нас буквально несколько минут остается до конца программы. Ну, да, минусы тоже такие же видим, как и вы, наверное, то, что действительно книга достаточно громоздкий объект сам по себе. Он интересный, но он громоздкий, и постоянно носить его с собой это невозможно уже при существующем ритме. И поэтому действительно, да, поэтому-то они и выходят из обращения, потому что человеку интересно иметь мгновенный доступ к любой книге из любой точки. И тогда, да, конечно, гаджет, он крайне выигрывает. И вопрос, когда, да, вот место, вот для меня один минус, что все книги требуют места хранения. Поэтому я говорю, бумажный вариант только там, где я буду перечитывать, читать, и что мне нужно, вот нужно по жизни. Вот. А вопрос в других книгах непонятно, куда их ставить, что ставить, все остальное. У меня у отца была очень большая библиотека. Что с ней сейчас? Она также стоит у него дома, протирается пыль периодически, книги вытаскиваются редко, но когда мне что-то вдруг услышится или захочется, я звоню и говорю, папа, дай мне, пожалуйста, вот там Стругацкий, допустим, такой-то томик. И он мне раз, и у него есть. У бабушки, у моей, была очень большая библиотека. Вот, соответственно, но с этим объемом лично мне непонятно, что делать. Если советскую энциклопедию или какую-то другую, российскую, какие сейчас там есть, я могу найти в интернете. И она мне по жизни не нужна. То есть вот каждый день она мне не нужна. Зачем мне 10 томов, 12, 40 томов вот этой энциклопедии дома? Непонятно. А книжку, которую, допустим, вот у меня по воспитанию ребенка или работаю с дефектами какими-то, она стоит небольшая, вся подчеркнутая внутри, занимает минимум места. И как бы, да, она мне нужна. И получается, что объем полезных книг, если так посмотреть, то он достаточно небольшой, который у вас дома может храниться. Ну вот, даже те же поварные книги, представляете, каких они объемов, и до сих пор раздаются там на казане, на мангале и все остальное. Куда ее потом вы положите? Какую капусту вы ей будете придавливать? Вот вопрос. Ну, то есть как бы непонятно. Вот как хранить? И для чего? Здесь можно добавить, что именно если взять аспект детских книг, то вот как раз детские книги, они, те же сказки, те же иллюстрированные книги, они с течением времени не сильно меняются. То есть да, изменения происходят, но тем не менее в семьях есть книги, которые мы использовали, и они переходят дальше. Причем с очень интересными картинками и ресурсами. Да, 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 которых сейчас уже нет. И в этом плане это интересное наследие, может быть, и жизнь книг в этом плане, она достаточно длительная. А сейчас очень сложная задача. Сложный вопрос, на который нужно ответить очень коротко и очень быстро. С какого возраста нужно учить ребенка читать? В общем, просто с такого, в каком он готов это делать. А как понять? Он сам захочет повторять. Да, на это надо просто мониторить и постоянно быть в контакте с ребенком. Надо читать ребенка, надо читать с ним, надо читать ему, надо читать при нем, показывать текст. Когда он начнет выводить буквы, находить знакомые, похожие, значит, ребенок уже готов. Не то, что готов, он хочет, у него есть желание, он как бы стремится к этому, и тогда вы с ним проговариваете какие-то... И чтение книг очень классная штука. То есть это много аспектов затрагивает, и один из них это чтение, да, что ребенок видит слова, он их воспринимает, он их понимает, как они ставятся, как они произносятся, разные интонации могут быть, положение, скорость произнесения и так далее. То есть он все это видит от родителей, все это впитывает, и у него это очень быстро... Я сто процентов уверен, что найдутся примеры, когда ребенок захотел читать в четыре годика, и когда ребенок не хочет до десяти. Поэтому... Вот. Абсолютно разные люди все, и тут сказать, что в шесть лет ты должен читать и знать весь алфавит, ну, я считаю, это... Ну, нельзя так. Нельзя. И нейрофизиологи нас поддерживают, они говорят то же самое. Это была программа «Время и дети». В скором времени версию программы в видеоварианте вы сможете найти на портале Твереград. Я Анастасия Николаева. Прощаюсь с вами. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова